От пресс-завтрака журналисты не отказываются. Где еще можно из первых уст получить ответы на тему АПК области? С первого вопроса к привлечению инвестиций, по словам вице-губернатора, в каждом муниципальном образовании сегодня предусмотрены площадки для инвесторов. А где есть производство, есть рабочие места. Мы не должны концентрировать производство все в одном районе, а необходимо их разбрасывать таким образом, чтобы во всех районах области у нас были какие-то производства. Это позволит обеспечить и занятость населения, и поступление необходимых налогов. Сегодня готовят шесть площадок в Первомайском районе под проект Тамбовская индейка для доращивания и откорма птицы. Решение по строительству примут в этом году. В Мичуринском районе уже строится крупнейший тепличный комплекс. Расширение производства планирует и Тамбовский бекон. Более десяти площадок предполагается отвести под проект Токаревской птицефабрики. Решение пока не принято, но здесь, уточняет вице-губернатор, нужно действовать на опережение. Кроме того, в Мичуринском районе мы уже подобрали площадку и уже предоставили земельный участок под строительство крупного форельного хозяйства. Это в первую очередь только обеспечит производство тысяч тонн форели. В этом году АПК региона ждет порядка 35 миллиардов рублей инвестиций. На сегодняшний день в области закрыты потребности по производству яйца, свинины, мяса птицы. Крупных госпроектов в этом направлении не ожидается. Теперь нужно стимулировать развитие других производств – молока, говядины и рыбы. Господдержка будет направлена на экспорт. Кроме того, в сельском хозяйстве области восполнят нехватку ветеринаров. Сейчас разрабатываются правила предоставления гранта. Заявителям смогут выступить тамбовские вузы. У нас такая ситуация складывается, что те ветеринары, которые работают, порядка 30-35% – это люди предпенсионного возраста. Самым актуальным вопросом вице-губернатор назовет утилизацию и переработку навоза. Все предприятия соблюдают экологическое законодательство, но вопрос – откуда запах не покидает. Я приезжаю в РАСК, пахнет, запах есть от комплексов, но запах не такой резкий. Пахнет все-таки, скажем так, свиным налозом. Получается, и РАСК, и Биохим расположены рядом. Один источник запаха. Кто виноват? Вот если брать, опять же, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, они не могут определить. Вредных веществ нет. Заговорили о представленности продукции тамбовских производителей на полках местных магазинов. Сергей Иванов заверил, что можно найти все – и мичуринские яблоки, и свинину, и мясо птицы. Поделился, что сам покупает только местную продукцию. Индейка – это сам Бог велел. Когда ножку запечешь с овощами на противне, все то же самое, что и у всех. То есть у вас тоже предпочтение все-таки для нашей продукции отдаете? Если уж лицогубернатор, курирующий, пока не ест продукцию, которую производит предприятие, я считаю, что он работать не должен. Продукция очень вкусная. Вот я, наверное, ошибку сделал. Нужно было сделать таким образом, чтобы у вас на столах была вся продукция нашей Тамбовской области. Знаете, как я предлагаю сделать, наверное, один такой вот стол, скажем, день дегустации. Вот у нас здесь стол очень большой, очень большой стол. И мы постараемся продукцию нашу всю сюда, я думаю, приготовить нам ее, продукцию мы привезем. И с комплексов продукции попробуем, и фермерской продукции, и продукции, и молоко. Давайте мы сделаем. Или руководитель сельхозпредприятия пусть с вами презентует и приготовит. Пресс-завтрак продолжался два часа. Чай уже успел остыть. Журналисты, казалось, обсудили все темы агропромышленного комплекса. А в завершение договорились встретиться на дегустации продукции Тамбовского производителя.